Большие парусники вышли из болгарского порта Варна и через Новороссийск и Сочи направятся в румынский порт Констанца. Таков маршрут международной регаты, в которой принимают участие суда из 12 стран и более тысячи членов команд. Гонка проходила отлично, финиш тоже нормально все было. Ветер был сильный, 13 услов шли, грамм был 25 градусов, 20. Довольно сложно было, но мы с этим справились. Пацаны крепкие, все нормально. В Новороссийске состоялось праздничное шествие российских, британских, пакистанских, болгарских, испанских экипажей. Большинство в парадных мундирах и в сопровождении оркестра прошли по улицам города и вернулись к артиллерийскому бастиону у памятника основателям города. Собрались десятки тысяч зрителей. Теперь Сочи готовится к приему парусников. В среду в 14 часов состоится торжественное открытие морской деревни на площади морпорта, а на следующий день в 17 часов парад участников регаты. Сочинцы впервые могут побывать на этих яхтах, хотя во время Олимпиады было организовано посещение судов, но такого количества парусников в городе еще не было. Сочинцы могут посещать эти суда, при этом необходимо получить пропуск. Пропуски будут выдаваться в трех местах – в здании нового морского вокзала, в кассах мелководного причала и в выставочно-презентационном комплексе при входе в новую круизную гавань. Пункты выдачи будут работать с 10 утра до 8 вечера, экскурсии до 9 вечера. Ежедневно вплоть до 18 мая на площади у Южного мола будут проходить различные развлекательные мероприятия и в этот же период будут запрещены въезд транспорта на территорию Южного мола и парковка по улице Несебрской. Припарковать транспорт тех посетителей регаты, которые приезжают на личном транспорте, может быть на автопарковке на месте бывшего кинотеатра «Спутник», возле Сбербанка улицы Кооперативного Войкова и на платной парковке по улице Джаникидзе. С нашим городом парусники попрощаются 18 мая. В час дня в акватории Сочинского порта и круизной гавани начнется парад парусов. Любоваться отходящими судами можно будет в течение трех часов. Елена Авсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.